сегодня мы поговорим про визуальный язык да то есть как формировать визуальную коммуникацию как разговаривать с потребителем через картинки через какие-то образы потому что вербально мы все умеем общаться есть буквы есть слова из чего в принципе состоит коммуникация то есть есть источник коммуникации к примеру вы как компании вы хотите что-то сказать вашему потребителю и получатель соответственно является потребителем и вы выбираете вот этот канал коммуникации до того для того чтобы достучаться до потребителя то есть если грубо говоря ваши все потребители фанатеют от инстаграма но никто из них не сидит в контакте а вы пускаете свою рекламу через контакт то соответственно выбрали не тот канал коммуникации или я бы вам сегодня сейчас лекцию рассказывал на китайском языке и вы бы ничего не поняли потому что я выбрал не тот канал коммуникации и так далее то есть важно формировать именно тот канал через которую вас поймут то как вы говорите что вы говорите где вы говорите в рамках визуального языка все выглядит примерно так же то есть есть источник это дизайнер и его инструменты есть получатель в данном случае уже зрительные органы человека и есть канал коммуникации это уже картинка через которую мы что-то начинаем понимать а там улыбающийся парень значит скорее всего он будет там излучать доброту и так далее или наоборот есть три кита визуальной коммуникации первый это образ то есть что мы рисуем мы строительная компания рисуем здесь домик либо шпатель либо кирпичи либо каску строить дальше следующий кит это интонация то есть как мы рисуем и следующий кит это стиль опять таки как мы рисуем два кита отвечают на вопрос как один на что немножко сложновато но буду пояснить образом все более менее понятно разберем интонацию к примеру на обычных элементах на обычных явлениях весна может быть вот такой а может быть вот такой во втором случае я просто вбил в поисковик весна в россии вы чувствуете насколько разное настроение там в первой картинке листочки лучи света падают красиво прям ну воодушевляет картинка во втором случае наоборот все достаточно грустно мрачно и даже вообще никак не похоже на весну и формируется совершенно не то настроение но это одно и то же и там и там весна как это применимо графики уже ближе клуба к логотипам это знак лиц с ограниченными возможностями в россии а вот это в европе вы видите на они показывают одно и то же но насколько они разные по смыслу у нас в россии знак показывает что он сидит и ждет помощи в европе этот знак показывает что он сам действует он более динамичный он не будет ждать пока кто-то сделает ему пандус подъезде он сделает его сам либо просто заморочится знаймет кого-то и сделает все равно своими руками потому что он будет делать для себя он более самостоятельная личность и вы в принципе видите это по менталитету этих стран то когда в обществе или в помещение въезжает человек на кресле каталки это ни у кого не вызывает смущения потому что он такой же человек возможно даже кто-то не обратит на это внимание и это в принципе нормально у нас все оглянуться и все будут чувствовать себя немного со стеснением что ли потому что они хотят как-то ему помочь но при этом ничего не делают и вот так в принципе это происходит да то есть здесь знак показывает что это живой человек он такой же самостоятельный здесь знак показывает более статичную картинку также абсолютно это работает в разрезе каких-то там динамичных драйвовых тем типа спортзалов каких-нибудь раллийных гонок или еще чего нибудь вы замечали насколько там буквы все больше имеют какую-то форму наклона и как правило это наклон идет в правую сторону именно движение вперед потому что наклон в левую сторону будет показывать движение назад и это в принципе работает у вас складывается ощущение что это компания про какую-то динамичную тему следующий кит это стиль то есть вот в данном случае вы видите логотипы на которых изображен только лев вот есть иллюстративный вариант здесь он больше конечно подходит для каких-то статусных вещей то есть данном случае это логотип одной из газет европы есть логотипы более минималистичные то есть в данном случае уже что-то подходит больше для молодежи как ориентироваться в каком стиле выполнить как определить в каком стиле выполнить логотип данном случае поможет инструмент про который я говорил в прошлой лекции это прожить жизнь вашей целевой аудитории понять какие визуальные коды он видит вокруг с чем он сталкивается у него скорее всего там грубо говоря iphone либо телефон с андроидом и там совершенно разные пиктограммы совершенно разные какие-то рычажки манипуляторы интерфейсов либо он каждый вечер смотрит только один телеканал и он видит именно ту графику которая свойственной именно этому телеканалу или он очень не привержен какому-то бренду кисломолочной продукции и покупает только их линейку и соответственно то как выглядит она для нас тоже важно потому что формируя дизайн для своей компании необходимо учитывать дизайн того телеканала дизайн того интерфейса который у него в телефоне дизайн тех продуктов которые он выбирает в свою продовольственную корзину чтобы сформировать нечто общее чтобы для него это было также близко говоря о стиле надо выбирать то что близко вашей целевой аудитории в данном случае вы видите концепцию логотипа города инополис который я посылал на конкурс который проходил в республике татарстан моя работа не выиграла но еще раз кому я проиграл мне вообще не стыдно почему да этот логотип выглядит именно так почему именно такие цвета почему именно такой шрифт почему именно такой знак то есть квадрат круг что-то вообще непонятно и казалось бы что в чем тут работа работа на самом деле была достаточно глубокая потому что прежде чем показать именно этот логотип было в презентации семь страниц текста чтобы показать всю логику все те исследования которые были проведены в рамках этого проекта но в принципе практически все можно свести к одному это экран айтишника потому что весь город создан именно с идеей то что это кремниевая долина россии и туда приглашаются именно те кто работает как-то войти системе работает в сфере робототехники работает в сфере различных систем патентного права именно интеллектуальных айти систем и за счет того что были выбраны именно те визуальные коды которые видят каждый раз айтишник то как выглядит шрифт которым пишет код какими цветами айтишник помечает свои алгоритмы кода для того чтобы не запутаться в своем же коде и так далее и я выбрал именно эти визуальные якоря которые позволяют сформировать ту айдентику который будет максимально родной для айтишника то есть он будет ее видите понимать что это про него соответственно шрифт выбран один из самых популярных которым айтишники пишут код важно для того чтобы формировать айдентику чтобы он еще поддерживал кириллицу чтобы она еще была достаточно грамотная то есть это не самый популярный но он входит в топ-3 популярных шрифтов которым пишут код цвета именно выбраны эти и идея которая была заложена в сам знак квадратик эта система то есть айтишники это люди которые мыслят алгоритмами они понимают все в виде систем то есть все состоит из каких-то компонентов круг символизируют идею и необходимо так как это город инополис слово инновация формирование чего-то нового необходимо как-то показать именно вот это новое именно тот элемент перекрестия то что айтишники плюс идея формируют что-то новое именно как это показать в цвете то есть это смешение цветов то есть синий и красный получается фиолетовый то есть тот цвет который до этого момента не существовал и вот так выглядит вся айдентика и здесь заложено то что было то что до этого момента цвет не существовал и это также формирует общую идею синергии когда грубо говоря 1 плюс 1 равно 3 то есть тот момент когда есть люди разного мышления то есть кто-то с идеями кто-то прям айтишник и только мыслит кодами когда они работают вместе формируется именно тот синергетический эффект который дает так называемый квантовый скачок эффекта того что в отдельности эти люди не смогут сформировать этот квантовый скачок и вся айдентика показывает именно это то есть в данном случае на майке вы видите то что изображен рюкзак с помощью геометрических элементов но если их разложить мы не увидим рюкзака именно тех цветов которые получаются именно в перекресть и на этом построена абсолютно весь фирменный стиль города инополис также навигация также какие-то пиктограммы и так далее то есть все чего касается жителей этого города она будет говорить об одном и том же как видите на визуальном языке можно разговаривать и можно даже вести диалог важно правильно это делать постарайтесь своей компании применить вот эти компоненты визуального языка каков образ вашей компании какая интонация вашей компании какой стиль и вы станете намного ближе к вашей целевой аудитории вы станете для них понятным и с вашей стороны вам станет намного проще разговаривать и формировать дизайн рекламы дизайн каких-то буклетов и дополнительных материалов все станет намного проще когда вы поймете как и через какие элементы разговаривать с вашей целевой аудиторией на визуальном языке это так так Продолжение следует...